Сегодня весь мир отмечает Всемирный День Свободы Печати. Обычно к этой дате разные медиа-организации публикуют разного рода рейтинги свободы слова, в которых Кыргызстан надолго застрял в категории частично свободных, когда он никак не может стать свободным, но по сравнению с соседними странами оказывается вне конкуренции. Хотя все прекрасно понимают, что такое сравнение никакой чести нам не делает. Более подробно в сюжете Андрея Токумбаева. Похожая на открытую ладонь стилизованное изображение голубя с оперением всех цветов радуги, несущего в клюве карандаш, символ репортера, это эмблема Всемирного Дня Свободы Печати, утвержденного в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. Во многих странах он отмечается ежегодно 3 мая. Дата выбрана по случаю Декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма, принятый в этот день в 1991 году в Виндхуке, столице Намибии. День Свободы Печати принято начинать с минуты молчания. В памяти о журналистах, погибших в горячих точках в процессе сбора материалов, либо ставших жертвами тоталитарных режимов. Кыргызстан считается страной с относительно свободной прессой, но и здесь эта дата сопряжена с горечью невосполнимых утрат. Жертвы коррумпированной власти есть и среди журналистов Кыргызстана. Журналист Геннадий Павлюк, основатель и главный редактор издания «Аргументы и факты Кыргызстана», во времена Бакеева погиб, проводя журналистское расследование. Геннадий Павлюк также основал интернет-издание «Белый пароход», работал в газете «Вечерний Бишкек» и главным редактором представительства «Консомольской правды» в Кыргызстане. Погиб в Алматы. 16 декабря 2009 года был сброшен с шестого этажа гостиницы со связанными руками и ногами. Умер 22 декабря в больнице, не приходя в сознание. Трое убийц были осуждены в Алматы в 2011 году к длительным срокам заключения. В 2009 году Культурно-исторический фонд «Евразийцы. Новая волна» и партия «Атамикен» учредили журналистскую премию имени Геннадия Павлюка «Честность, мужество, профессионализм». А вот совсем недавний случай с журналистом. Жертва нападения только что опубликовала результаты своего расследования о тратах жены Рейнбека Матраимова. Милиция задержала через неделю троих нападавших, которые были обвинены в грабеже. Убийц Геннадия Павлюка тоже судили за вымогательство убитого материальных ценностей. На такое формальное отношение следственных органов к поиску преступников обратил внимание Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке. Власти Кыргызстана должны провести расследование и определить, было ли это связано с его работой. В рейтинге свободы прессы, составленном Международной организацией «Репортеры без границ» в Париже, за минувший 2019 год Кыргызстан несколько улучшил свои показатели, поднявшись с 98-го на 83-е место из 180-ти. Отмечает это и медиаэксперт Марс Тулегенов. Представители стран из Туркмении, Узбекистана, Таджикстана и Казахстана тоже выразили, что по сравнению с ними в Кыргызстане свобода слова в каком-то уровне стоит выше. Но в самой стране у нас, если так сказать, да, можно признать, что у нас свобода слова на хорошем уровне, но есть некоторые моменты, которые надо тоже учесть и обратить внимание. Слово в том же списке на самом последнем. В 180-м месте, опустившись даже ниже Северной Кореи, находится Туркменистан, в котором средством массовой информации запрещено сообщать о катастрофах и стихийных бедствиях и даже данные о числе жертв стране от COVID-19. Таджикистан в рейтинге свободы слова репортеров без границ находится на 161-м месте, Узбекистан на 160-м, а Россия на 149-м месте. Многие эксперты Казахстана, уже несколько лет стабильно находящегося в том же списке на 158-м месте, отмечают успехи журналистов Кыргызстана. Среди всех стран Кыргызстан впереди. То есть это самые лучшие рейтинги, самые лучшие места в рейтингах по свободе слова. Это очень важно. Как подчеркивает Биржанова, в последнее время не отмечено серьезных преследований журналистов со стороны власти, чего нельзя сказать ни об одном из предшественников нынешнего президента. Об этом же сказал в разговоре с корреспондентом Пятого и экс-омбудсмен Турсунбек Акун. Я думаю, что до червячайного положения, до карантина, у нас насчет свободы слова мало было проблем. Крубо говоря, мало было проблем. Политические преследования, политических заключенных, я имею в виду, политических деятелей, журналистов, правозащитников почти не было. Между тем, уже почти два месяца некоторые журналисты и медиаэксперты выражают тревогу и говорят об ущемлении свободы слова в связи с тем, что на мероприятия по освещению борьбы с коронавирусом аккредитованы лишь несколько государственных телеканалов, а многие независимые СМИ вынуждены довольствоваться вторичной информацией. По мнению эксперта по вопросам национальной безопасности Аразбека Молдалеева, это мировременное, вынужденное и крайне необходимое. Ограничения были, но тем не менее население получало достаточную информацию. Ну, например, Акперес – это независимые средства массовой информации, это независимый сайт. 24 кейджи – тоже независимые сайты. В основном население вот через эти сайты получали информацию, давались пресс-конференции. А то, что, конечно, каждый средств массовой информации хотели бы сами участвовать, задавать вопросы, но это можно было устанавливать вопросы через пресс-службы. С точки зрения Молдалеева, на состояние свободы слова эта вынужденная мера в Кыргызстане повлиять не должна. После того, как снимут ограничения, они возобновят свою деятельность. Тем более у нас все меньше и меньше средств массовой информации на печатной основе. Их практически мало. В основном население получает средства массовой информации сейчас через интернет. С экспертом по вопросам безопасности не согласен Турсунбек Акун. Но и он считает, что драматизировать ситуацию не следует. Сейчас, во время чрезвычайного положения, во время карантина, возникала проблема. Проблема по решению оперативного штаба, республиканского оперативного штаба, было решено не предоставить аккредитацию журналистов, независимых журналистов, для, как сказать, ну, чтобы отразить все происходящие события по чрезвычайному положению. К сожалению, аккредитация не была выдана. По решению коменданта города Бишкек-Розалеева. Ну, я думаю, что я, как правозащитник, ну, не выразил свой такой протест, но я довел до соответствующего органа, соответствующего представителя власти, чтобы это неправильно. А вот по мнению председателя правозащитного движения Бердуиной Кыргызстан Туликан Исмаиловой, руководствуясь вполне оправданными соображениями безопасности граждан, руководство страны, тем не менее, последние полтора месяца рискует способствовать снижению степени свободы, что может привести к необратимым последствиям. К сожалению, права журналистов были ограничены и уже шли преследования до коронавируса, потому что это было связано с журналистскими расследованиями, с большой коррупцией и с такими масштабными, значит, коррупционными действиями власти. И, к сожалению, когда внезапно пришла пандемия, наоборот, правая рука власти должна была быть масс-медиа, то есть журналисты. И для нас было очень трагично, когда, значит, аккредитации лишены были журналисты. Почему? Потому что те люди, которые принимают решения, должны понимать, что народ ждет разных мнений. Как считает Туликан Исмаилова, нельзя лишать масс-медиа возможности получать информацию самим и тем самым объективно освещать события чрезвычайной важности. Сегодня есть еще в парламенте очень большое опасение, когда, пользуясь тем, что журналисты без аккредитации и нет участия граждан, некоторые нехорошие депутаты инициируют, или институты инициируют очень нехорошие законопроекты. А вот какого мнения об этом руководитель коалиции за демократию и гражданское общество? Те ограничительные меры, которые ввело правительство, безусловно, и затронуло тему свободы слова. Пространство для реализации свободы слова, я должен отметить, что оно существенным образом сузилось. И, к сожалению, должны констатировать, что компетентные органы не смогли создать соответствующих условий в период эпидемии коронавируса, для того, чтобы свобода слова была более свободной. Как уверен Ирис Кулбеков, свобода слова в настоящее время в Кыргызстане существенно ограничена. Можно констатировать, что свобода слова в период мер, принятых правительством, и до сих пор она существенным образом ограничена. Свобода средств массовой информации в Кыргызстане имеет решающее значение. Особенно в нынешнее время, считает Исмаилова. Думаю, что сегодня власть должна понимать и должны быть позитивные шаги, наоборот, для расширения пространства, чтобы люди получали доступ к информации разную. Потому что плюрализм в обществе – это тот элемент, на котором строится безопасность и развитие устойчивой страны. А генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, выступая в прошлом году по случаю Международного дня свободы слова, в частности отметил. Свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во всеобщей декларации прав человека. Об этом следовало бы не забывать не только политикам и журналистам, но и каждому, если он хочет жить в свободной стране. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги.